Приветствую вас, Дмитрий. Я, честно говоря, не очень понял смысл вашего вопроса, потому что сам вопрос у вас стоит в заголовке текста. Но в самом тексте есть простая история, и по итогу этой истории вы никак не создаете задачу для психолога. Вот если прямо первое брать, что мне пришло в голову, когда я читал ваш вопрос, то это созависимость. Это созависимость, потому что попытка спасти есть прямой путь к созависимости, то есть когда есть человек зависимый от того или иного, в вашем случае от алкоголя, ваш друг. И есть человек, который зависим от зависимого человека. И вот вы это тот самый зависимый от зависимого человека, что в психологии называется созависимость или созависимый партнер. Зависимый партнер обычно как раз таки и пытается спасти зависимого человека. Ну, естественно, ничего из этого не получается, потому что если зависимый партнер перестанет позволить, точнее, себя спасти, то он перестанет получать то, что получает благодаря алкоголю. И, соответственно, спастись не входит в планы зависимого человека и не несет ему какой-либо выгоды, не имеет мотивации. Образно говоря, ваш друг не хочет спасаться. Но зависимый партнер, то есть вы, пытается продолжать спасать человека. При этом, при этом, не отдавая себе отчетов в том, что своим спасением, точнее, попытками спасти, человек подтверждает, подкрепляет поведение зависимого, потому что это тот самый эффект, который имеет место быть. И, во-вторых, то, что своим спасением человек пытается спасти самого себя. Да? Потому что спасти нужно вам, а не человеку. Человек вас спасать его не просил. Вот. Если бы попросил, можно было бы сказать, что да, это спасение нужно ему. Но поскольку вы спасаетесь сами, то, соответственно, это спасение нужно в первую очередь вам. Если вам это спасение нужно, значит, вы спасаете сами себя. Если вы спасаете сами себя, то получается, что вы не берете ответственность. Вы не берете ответственность на себя за свое собственное спасение. Вам нужно спасти себя через другого человека. Так, собственно, и происходит созависимость. Практика протекает. Вы можете сказать, но простите, это мой друг. Он мне дорог. Я же не могу спокойно сидеть и смотреть, например, как он напивается, да он... В буквальном смысле смерти. Не могу спокойно смотреть, как он, там, ебать шире, подвергает в себя опасность. Мой друг, мне не плевать, что с ним происходит. И в общем и целом вы будете правы. Но штука здесь в том, что, во-первых, спасая, пытаясь помочь, разговаривая с человеком, вы ему не поможете. Здесь встает вопрос о том, вы хотите помочь на самом деле или хотите сделать то, что считается помощью. То, что считается помощью, то, что правильно, чтобы в какой-то мере очистить свою совесть и сказать, ну, я вот сделал все, что мог, вот он все равно, все равно он вот дошел до той, например, стадии, да, когда уже, в общем, он сам себя привел. Это все очень грустно, печально, но я сделал все, что мог. Вот это нужно определить. Потому что, если вы хотите реально сделать что-то, делать это нужно конструктивно. Необходимо признать, что у такого поведения вашего друга есть причина. Эти причины являются системными, то есть повторяющимися и имплементированы в привычках человека, который, в свою очередь, влияет на поведение, в том числе поведение повседневного. И получается, что в повседневном поведении, в образе жизни проявляются проблемы. Проблемы системные, проблемы глубокие, не те поверхностные проблемы, которые есть у каждого из нас, а именно вот достаточно серьезно. Здесь, как и физиологическая история, например, предрасположенность к алкоголю, генетическая, наследственная, в результате особенностей организма и так далее. Так и психологическая потребность к алкоголю, здесь в какой-то степени это перекликается с тем, что вы пишете про любовь, но немножко в другом ключе. Вот. И с избеганием. С избеганием. С избеганием ответственности, с уходом от ответственности, с уходом от реального мира. Реальный мир – угрозы. Реальный мир – это означает. Так же, это связано с чувством вины. С чувством вины. Довольно часто. Ну и последнее – это то, о чем я, в принципе, говорил – это выгода. Есть у вашего друга выгода так поступать. И, соответственно, работа в кавычках с проблемой алкоголизма мы не работаем с проблемой как такового. Ведь алкоголизм – это просто следствие. Но не причина. Проблема. Причина проблемы скроется немножко глубже. Гораздо глубже. С этой проблемой вы не работаете. Вы не работаете. Пытаетесь лечить симптомы. Но не самоболезнь. Самоболезнь заключается в нереализованности человека, в неудовлетворенности, в тревожности, в страхе и так далее. На это нужно обратить внимание. Пытаться отнять у зависимого человека, у алкоголика в данном случае, алкоголь ничего не давая взамен. Ну, мягко говоря, лишено всякого смысла. Потому что, зачем мне отказываться от, да, не самого лучшего, мягко говоря, не самого полезного способа решить мою проблему. Может быть, не до конца. Скорее всего, не до конца. Но решить. Зачем? Зачем вашему другу бросать пить? Зачем? Зачем? Для чего? Какой смысл? Я не слышу. Постарайтесь ответить себе на вопрос, зачем вашему другу бросать пить. И потом, если честно, себе на этот вопрос ответите, объясните это своим другом. Но вряд ли вы ответите. Потому что люди пьют не просто так. Дальше. Вы Совершенно не просто так оказались в этой ситуации. Вы приехали друг к другу. Живете с ним. Я бы не сказал, что это странно само по себе. Но, конечно, логичнее было бы быть больше ориентированным на выстраивание своих собственных отношений на проживание либо одному, либо с партнером романтическим. Потому что проживание другом как-то в эту сторону не позволяет двигаться. Вот. Поэтому, тут опять же есть некий момент. Если у вас есть пунктик в вопросе отношений, если у вас есть трудности с построением отношений, если есть какое-то противоречие. то, соответственно, спасительство здесь вполне очевидно и понятно. Причины спасительства здесь вполне очевидны и понятны. Но поймите одну важную вещь. Спаситель и тот, кого спасают, находится в одной лодке. Находится в одном положении. Не оба жертвы. Вы тоже вот в этой ситуации счастливы. Вы помещаете себя в некую вынужденную ситуацию, искусственно вынужденную ситуацию, которая позволяет вам делать то, что вы делаете, в том числе писать вам вопросы на сайт. Получая внимание к своей персоне, но не к себе, не к своей проблеме, а к проблеме другого человека. При том, что проблемы есть у вас. Изучите, пожалуйста, треугольник Карпмана. Я думаю, вам это поможет достаточно быстро увидеть суть того, что происходит. Теперь по поводу любви и того, что она может спасти. Любовь – это безусловное принятие человека. Любовь – это заинтересованность в развитии человека. Как себя, так другого. Любовь другого человека к кому-то, какой бы сильной она ни была, не способна решить личные проблемы. Человек, если человек себя не любит, не где-то в мелочах, в каких-то моментах, не когда иногда человек проявляет слабость, например, и позволяет сомневаться в себе, в своей ценности. А серьезно, любовь не решит проблем человека. Любовь не способна дать то, что человеку не хватает. Почему? Потому что человек решает сам, что ему чего-то не хватает. Человек живет в психологической реальности, в которой ему чего-то не хватает. И он делает выбор жить в этой реальности. Любовь со стороны не способна этого изменить, не способна удовлетворить эту потребность человека. Нет, на какое-то время ощущение, что ты решил, что свои проблемы присутствуют, но потом появляются достаточно серьезные препятствия, достаточно сильные деструктивные тенденции, такие как ревность, то, в принципе, входят в паранойю. Задомазохистические элементы поведения могут проявляться, тирании, ну и прочее, прочее, прочее. Поэтому любовь не решит проблемы. Свою потребность в чем-либо человек способен удовлетворить только сам. Но любовь может поддержать. Это правда. Но и только. Поэтому не нужно думать, что любовь решит две проблемы. Если вы и правда хотите помочь своему другу, именно помочь, а не спасти, потому что спасти, значит, изменить положение человека. Спасти, значит, поменять его вектор. Ну, вектор движения. А это далеко не лучший вариант, который может быть. Поэтому, если вы правда хотите помочь своим другом, вам нужно решить в первую очередь свои проблемы. Вам нужно решить в первую очередь то, по поводу чего переживаете именно вы. И уже тогда, когда вам будет этот вопрос решен, вы сможете занять, я бы сказал, куда большую, куда более адекватную позицию по отношению к своему другу. Потому что спасая, вы мешаете ему. Спасая, вы мешаете своему другу столкнуться с личной ответственностью за то, что с ним происходит. К моему большому сожалению, это работает именно так. И в таком случае, я надеюсь очевидно, лучше вообще не помогать. Потому что вот только хуже можно сделать. Давайте будем все-таки по возможности реалистами и по возможности будем смотреть здраво на те ситуации, которые происходят. Пускай они, эти ситуации и не самые приятные. Но только так мы можем рассчитывать на то, что у нас получится. Помочь человеку, который действительно болен, у которого действительно есть проблемы, которые действительно нуждаются в помощи вне. Но помощи, я повторюсь, адекватные, корректные, корректные. Не спасительство, а именно помощи. Это совершенно разное. Это совершенно разное. И предстоит определить, признать ваши собственные границы. заинтересованности в данной ситуации. Потому что, если, к примеру, вы боитесь осознать, если, к примеру, вы боитесь, что с другом что-то случится, то есть. Есть весьма тонкая и порой плохо отличимая грань между переживанием за другого человека и нормальным, естественным, человеческим желанием что-то делать, помочь. И собственный заинтересованность в том, чтобы с человеком ничего не случилось. Ну, такая диструктивная форма эгоизма получается. Безучительный треугольник Карпана. Если нужно, почитайте книгу Валентины Маскаленко «Созависимость семейная болезнь». Очень хорошая книга для людей, оказавшихся примерно в вашем положении. Но книга хороша, если человек действительно готов меняться. Книга не про то, как спасать зависимых людей, а про то, как спасти самим все зависимые люди. Ну и, на мой взгляд, вам нельзя работать со специалистом. Всего вам самого-самого доброго и удачи! Субтитры создавал DimaTorzok